МИХАИЛ КОТЮКОВ Со сцены Михаила Котюкова поздравили депутаты, почетные жители края и даже Михаил Мишустин. Правда, не лично. Он отправил телеграмму. После всех теплых слов к микрофону подошел и новый губернатор. Я призываю всех объединиться. Вне зависимости от того, какие политические партии вы представляете. У нас общая, единая цель. Я не сомневаюсь, что мы сможем уверенно двигаться к ее достижению. Работать вместе будем по-новому. Работать будем для людей. В добрый путь. Спасибо вам большое. В чем поклялся Михаил Котюков красноярцем и как прошла его инаугурация, расскажем уже в следующих выпусках новостей 18.00 и 19.30. Инструктор тренажерного зала шел не умирать, а убивать. В этом убеждена женщина, у дома которой нашли его тело. Людмила рассказала новостям 7 канала, что была мало знакома с погибшим. Он никогда не бывал у нее в гостях, не говорила ему женщина из своего адреса. Но то, что он был одержим своей любовью, подтвердило. Мужчина присылал ей в соцсети стихи, много писал. Однако даже намека на взаимность не встречал. Но и конфликта не было. Накануне он раздобыл адрес и пришел к дому ночью, уверена Людмила. В это время у ее авто дважды сработала сигнализация, а утром женщина обнаружила на капоте вмятину, будто били по машине тяжелым предметом. Людмила предполагает, что так непрошенный гость вынуждал ее выйти из дома. Не добившись своего, он прокрался в подъезд и тихо стоял за дверью, ожидая, когда она откроется. Как только это случилось, инструктор бросился внутрь и начал заливать из баллончика хозяйку и ее дочь, а после начал бить. Напомним, драма «Неразделенной любви» накануне закончилась трагедией. Инструктор тренажерного зала искал расположение знакомой, но когда его не добился, пришел к ее дому с огранистрельным ружьем. В итоге погиб сам на глазах одного из соседей. В момент, когда он наносил мне физические удары со всей силы, потому что он занимается спортом, и у него еще там дополнительно какие-то стероиды, и у него удвоенная эта сила, он целенаправленно пил. Другая любая девочка или кто-то просто бы уже сломался в шее даже элементарно. Элементарно в шее. Но я защищал своих детей, я тоже занимаюсь спортом. Это было умышленное, умышленно спланированное преступление. В Ермаковском районе спасатели вынесли из леса подранного медведем мужчину. Он собирал кедровые орехи в тайге и поднялся на пригорах, чтобы позвонить по мобильнику. Там и угодил в лапы хищника. На его крики сбежались люди и сумели отогнать зверя. Спасатели меньше, чем через час добрались до места на вертолете. Пострадавшего привезли в больницу Абакана. Сейчас врачи борются за его жизнь. Делом красноярской пенсионерки, которую выселяют из квартиры, заинтересовались следователи на самом высоком уровне. Они предполагают, что жилищные права пожилой женщины нарушены. А взаимодатель, который выставляет ее на мороз, вероятно, мошенник. Эту историю Седьмой канал рассказывал неделю назад. Пенсионерка взяла в долг у местного предпринимателя 220 тысяч рублей на лечение брата. Залогом стала трехкомнатная квартира. Однако отдать деньги женщина не смогла. Сумма платежа превышала ее пенсию почти в два раза. Займодатель обратился в суд и добился, что пенсионерку лишили прописки. Теперь черед за квартирой. Выселить из нее женщину планировали сегодня вечером. После выхода нашего материала следователи выяснили, что у взаимодателя лицензии или разрешений на оказание финансовых услуг нет. А значит, оказывал он их незаконно. Председатель следкома России поручил руководителю краевого следственного комитета докладывать ему о ходе проверки. Я чувствую поддержку и чувствуется, что Кузьмичев даже телефоны отключил. Больше они даже не приходили. То они каждый вечер приходили, а тут вообще затишая. Пламя такое сильное прям вообще было. Вот смотрю, все полыхает. Жители этого дома чуть не стали жертвами страшного пожара. Огонь вспыхнул в одной из комнат на пятом этаже в 7 часов утра. Повезло тем, кто еще докапывал картошку на даче. Остальные же чуть не задохнулись в собственных комнатах. Я как дверь вторую открыла и весь дым на меня. Меня маски выводили пожарные. Но две женщины все-таки погибли. Одна из них была хозяйкой комнаты, где и начался пожар. Вторая же пришла к ней в гости. Посиделки не обошлись без спиртных напитков, говорят в прокуратуре. Наутро вспыхнул огонь, причем прямо у входной двери. Так что женщины оказались в ловушке. Мама двоих детей выпала в окно. Но девушка, сама хозяйка, которая в той квартире выгорела, задохнулась. Ну и муж ее гражданский, что ли, с ожогами в больнице. На месте падения одной из женщин до сих пор не высохли следы крови. Сам же огонь потушили спустя два часа. Коридор после него выглядит, как настоящие катакомбы. Предварительная причина возгорания – неправильное обращение с огнем. Пострадал весь этаж, все стены вот в такой копоти, с них потрескалась и попадала штукатурка. Стоит сильный запах гари. Жить, понятно, в таких условиях невозможно, поэтому кто может, сейчас отсюда уезжает. Этаж уже опустел. Возвращаются сюда только за тем, чтобы забрать уцелевшие вещи. А вот те, кто живет чуть ниже, второй день борются с последствиями пожара. Это комната Светланы Александровны. Она была в деревне, когда весь четвертый этаж, включая ее жилье, затопила. Только за день пенсионерка вынесла отсюда 15 ведер воды. Сейчас они продолжают наполняться. Техника не выдержала влаги и отказала. А так телевизор скоро отправится на свалку. А вслед за ним и вся мебель. Она просто не высохнет. Ну, ничего себе, прям нас выстроили. Все мокрое, все выкидывает. Во-первых, это гарь, все выкидывает. Залило водой и общедомовые счетчики. Они вышли из строя. Вторые сутки целый дом сидит без света. С потолка, все сюда, это водопадом. Естественно, это электрический счетчик. Ну и все, света нет. Отопление не дали. Естественно, чем мы будем все это сушить, и когда это все высохнет, и когда у нас будет свет, мы не знаем. Конец пришел и свежему ремонту, который, по словам жителей, они делали самостоятельно. Новый линолеум вообще постелили всего пару месяцев назад. Сейчас же от влаги он вздулся. В управляющей компании, которая обслуживает дом, дали не самый радужный прогноз. Производится оценка принесенного ущерба после пожара, после изготовления сметной документации. Будет принято решение о дальнейшем ремонте. На данный момент средств на доме на текущий ремонт нет. Со светом ситуация обстоит куда лучше. Уже к вечеру его вернули почти во все комнаты. Скоро его обещают дать во всем доме. Оливтина Сасова, Данил Дубенко, Седьмой канал. Лампочки и подгузники отравили воздух в Покровском. Жители микрорайона третью неделю жалуются на забитую канализацию и льющийся из колодца смрадный ручей. Исток его на линейное. Оттуда он стекает прямиком на парковку торгового центра, а дальше на проезжую часть улицы Мужества. Ну а люди мужественно терпят запах фекалий и пытаются побыстрее преодолеть зломонный участок. А те, кому не повезло жить рядом, реже открывают окна. Ну вот как идешь, так постоянно, ну за лето уже, наверное, третий раз. И причем долго, может до месяца вот это все течь. Чинят, но почему-то не сразу. До нас не доходит, мы же там далеко живем. Ну людям, наверное, мешает вон это. Люди с неодобрением кивают в сторону Росгвардии. Мол, люк принадлежит этой организации. Однако в департаменте горхозяйства нам рассказали, что с февраля этого года он находится на балансе города. Люди чего только не спускают в унитазы. Во время последнего ремонта канализационно-насосной станции оттуда достали огромные мотки одноразовых полотенец, подгузники и даже лампочки. Обслуживание станции станет проще, когда она перейдет на баланс Краскома. Но тот не хочет брать на себя еще и эту головную боль. Краскома отказалась пока забирать и обслуживать эту станцию, потому что ее техническое состояние пока не очень хорошее. Поэтому сейчас муниципалитет решает вопрос о том, чтобы привести оборудование в порядок. И пока ищется источник финансирования, и затем она будет, естественно, отремонтирована и передана на постоянное оттруживание у Краскома. В Красноярск приедет одна из самых востребованных оперных певиц Алена Шагимуратова, а также премьеры и прима Большого театра Семен Чудин и Евгения Образцова. Они примут участие в галоконцерте, в котором откроется новый творческий сезон театра оперы и балета. В программе концерта есть как сцены из премьерных спектаклей нового сезона, так уже и полюбившиеся зрителям отрывки из других постановок. А сегодня в театре состоялся сбор труппы, на котором подвели итоги прошлого сезона и представили новых артистов и сотрудников, среди которых главный дирижер Дмитрий Яровский. В театр пришло сейчас много новых людей и, в частности, очень видоизменился оркестр за последние два сезона. Поэтому я до этого на собрании труппы говорил о том, что у нас, в общем, сейчас практически нету больше рядовых спектаклей, а получаются одни сплошные премьеры. О том, какие премьеры ждут зрители в новом сезоне и что еще изменится в театре, более подробно мы расскажем в вечерних выпусках новостей в 18.00 и 19.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова